Монета СР 2 копейки 1963 года имеет всего 2 разновидности. Вам легко будет с этим разобраться, но одна из них стоит просто баснословных денег. И это реально. Их находят в кучах, а какие это монеты вы узнаете, посмотрев это видео до конца. Конечно же стоит учесть, что 2 копейки 1963 года редкая разновидность, эта редкая, ценная, дорогая монета является одной из самых-самых редких монет периода чеканки 1961-1991 годов. Также в этом видео мы поговорим с вами о конкурсе, который я затеял в предыдущем видео. Это розыгрыш рубля 1924 года. Сделаем кое-какие уточнения. Так что досмотри обязательно это видео до конца. Подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Поставь лайк и поделись с друзьями. Вы все прекрасно знаете, что я очень сильно люблю поковыряться в своих монетках. Вот достал свой альбомчик, как-то пересматриваю на днях. Листаю, тут очень такие неплохие есть монетки у меня, всякие разные, копеечки, пятачки, двушечки, двушка 45 симпатичная. И натыкаюсь, я вспоминаю, что я в прошлом году покупал очень много одного человека, двушек 1963 года. То есть 2 копейки 1963 года парень, видать, нашел где-то мешок и он их начал выставлять много. Я их много купил, здесь только часть, часть уже отобрана, лежит в коллекции. Ну, очень хорошие, красивые 2 копейки 1963 года. И тут меня осенила одна мысль. Я слышал, что среди этих монет 2 копейки 1963 года есть очень редкая монета. Я поднял литературу и действительно, что я обнаружил, что среди этой монеты, казалось бы, абсолютно простая монета, но хотя найти ее в штемпельном блеске не так уж и просто. Я обнаружил, что есть среди них очень-очень редкая и ценная монета. Среди 2 копеек 1963 года есть монета, которых известно всего около 5 экземпляров. Буквально коллекционеры знают, какая монета у какого коллекционера лежит, потому что это очень ценные и дорогие экземпляры. Стоимость таких монет очень разная. Одна из первых монет, редких монет 2 копейки 1963 года была продана в районе 8 тысяч долларов. Но это было где-то лет 10 назад. Это примерно тот период, когда именно нашли эти монеты, нашли эту разновидность 2 копеек 1963 года. И уже стало неизвестно, потому что до этого она была только описана в литературе, но уже были показаны экземпляры, которые стоили, я же напоминаю, вторая монета известная была продана за 8 тысяч долларов. Сейчас, как вы уже знаете, я не рекомендую вкладываться в такие дорогие монеты, цена немножко упала. Сейчас стоит на одном из российских форумов такая монета 2 копейки 1963 года, редкая. И за нее просили 100 тысяч рублей, никто не дал. Сейчас она перевыставлена со старта в 50 тысяч рублей. Но она, конечно, убитая. Я вам ее сейчас покажу. Видите, да, эта монета довольно-таки изрядно изношена, но, тем не менее, она очень-очень редкая. То есть, эти монеты, как видите, по их состоянию, они все очень такие, ну, скажем так, мягко подубитенькие. Поэтому платить огромных денег за них сейчас уже никто не будет. В штемпельном блеске такие монеты не были найдены, но весь прикол в том, что их находят в кучах. Это никакая не пробная монета. То есть, эти монеты были в обиходе. Они встречаются в обиходе. Поэтому я вам очень рекомендую, если вы попадете либо на слет, либо на барахолку какую-то, смотрите внимательно на эти монеты. В чем же принципиальное отличие среди этих монет? Среди монет СССР 2 копейки 1963 года отличие между простой монетой и редкой ценой, это на Аверсе. Мы с вами смотрим вот в это место. Расстояние звезды до канта. Если оно большое, то есть больше, скажем так, не большое, а больше, как здесь. Видите? По сравнению с этой монетой. Эта монета простая. А если расстояние маленькое, то есть звезда практически впритык с кантом, тогда эта монета будет очень дорогой. Эта монета является ценой и редкой разновидностью монет СССР 2 копейки 1963 года. Я вам показываю на примере 69. Естественно, у меня нет этой редкой разновидности монеты СССР. Но, тем не менее, вот этот герб. Вот видите? Внимательно посмотрите. Видите разницу, да? Это то, чем разница она на Аверсе. На Реверсе также есть отличие. Отличие заключается в чем? В простой монете двойка приближена к канту. В редкой разновидности двойка отдалена от канта. Вот это тип редкой монеты СССР 2 копейки 1963 года. Дорогие друзья, я еще хочу сказать пару слов по поводу конкурса, который я провожу. Это розыгрыш рубля 1924 года. Вызвало просто бурю эмоций, бурю негодований, потому что вы ставите лайки, их YouTube не считает. Вы пишете комментарии, он сносит их спам. Ребят, это не моя вина. Я хочу сразу извиниться с одной стороны, с другой стороны это YouTube. YouTube понимает некоторое сообщение, как спам. Он отправляет либо мне на проверку, либо в папку спама. Поэтому не нужно переживать. Я периодически проверяю. Поэтому вот такая вот ситуация. Он сносит, я с этим сделать ничего не могу. Я не могу контролировать. Я не могу ваше сообщение, некоторые просят, типа, я выставлял, у меня не получается, помогите поднять сообщение. Я не могу этого сделать. Я могу только прикрепить сообщение. Если я начну чье-то сообщение прикреплять, это будет нечестно по отношению к другим участникам. Поэтому я этого делать не буду. Сделайте свои сообщения интересными, чтобы люди их лайкали. Не только приходящий трафик с ваших каналов и так далее, но и плюс другие люди. Тогда это будет релевантно. Будет понимать YouTube, что это органический трафик. И ничего банить, отправлять спам не будет. Это раз. Второй момент. Поймите простую штуку. Это не последний конкурс. Конкурсы еще будут. В конце года я хочу провести какой-то грандиозный, прям такой конкурс, среди самых активных участников моих видео. Те, кто больше всех комментирует, пишет интересные комментарии. Тем более, что я слышал, что YouTube хочет вести такую функцию, где я уже смогу абсолютно релевантно определять именно самых активных участников. Он даст эту функцию, даст эту возможность. Надеюсь, до конца года он это сделает, чтобы я не в ручном режиме вот это классов, искал, вычитывал и так далее. Он сам будет мне давать эту статистику. Поэтому в конце года ждите, будет супер, мега какой-то розыгрыш. Я придумаю, не знаю еще что, но что-то интересное мы с вами замутим. Следующий момент. Кто-то мне писал, что бы рандомным способом и так далее. Рандомным способом я розыгрыши делать не буду. А особенно, когда идет речь о ценах каких-то призах. Рандомный способ это не тот способ, которым я буду отдавать приз 50 долларов. Просто так, потому что мальчик какой-то зашел и вот ему повезло. То есть, для того, чтобы получить такой приз, нужно чуть-чуть потрудиться. Чуть-чуть. Это 5-10 минут вашего времени и рубчик у вас в кармане. Поэтому ничего тут в Америке никакой нет. Следующий момент. Вы пишете, что я не слежу, не одобряю комментарии и так далее. Ребят, я не живу в интернете. У меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть хобби и так далее, и так далее. Я периодически, раз в день захожу, одобряю все комментарии, все вытягиваю из корзины и ставлю, как правило, комментарии. Единственное, там есть пару человек немножко неадекватных. Я их забанил, естественно, начинают матюкаться, возмущаться. Ну, возмущайтесь в другом месте у себя на канале. У меня это не пройдет, поэтому даже не пытайтесь. Только где-то что-то сразу баню без разговоров и вы это уже прекрасно, в принципе, знаете. Куча вас там начинает мне давать советы, как сделать, почему вы сделали так, это не самый хороший способ. Ну, вот так. Я делаю именно так, как я считаю нужным. Если вам не нравится этот конкурс, не участвуйте в нем. Я же никого не носил, никого не заставляю. Я его придумал, я его сделал. Хотите лучше сделать, сделайте у себя на канале такой конкурс, разыграйте такой рубчик. Я же только буду за. Будьте умнички, молодцы, сделайте лучше. Я делаю так, как я делаю. Вывод какой? Ребят, не переживайте, конкурсы были, есть и будут. Выиграть только один. Завершим мы конкурс, скорее всего, в конце следующей недели я проведу стрим. Скорее всего, еще точную дату не знаю, потому что у меня койкие обстоятельства складываются так, что я не знаю, где я еще буду находиться. Понимаете? Поэтому точно я не могу сказать. Посмотрим, может в конце этой недели. вы поторопитесь, набивайте комментарии, ставьте лайки, не только под своими комментариями, но и под видео, чтобы оно набирало как можно больше просмотров и будет всем хорошо. Поэтому всем удачи не буду желать. Трудитесь и рубчик будет ваш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!